Продолжение следует... Давайте тогда перейдем к слайдам. Итак, мы исследовали миграцию из России, с каким проблемным делом сталкиваются исследователи при схожих исследованиях. Но на самом деле, если мы обратимся к данным Ростата, то увидим большую задержку в аппликации миграционных данных. Кроме этого, такие данные и методологии часто меняются, в связи с чем затруднено сравнение год к году. В некоторые страны туда не попадают все мигранты. И еще одной проблемой становится то, что часто нет меньшей частотности в данных, соответственно, на них достаточно тяжело устроить эконометрические модели из-за маленького количества наблюдений. Мы задались вопросом, как можно оценивать миграцию с меньшей задержкой во времени. Есть альтернативные источники данных, это на самом деле миграционные офисы других стран, принимающих. Есть отчеты ОСР и АПЛОС и ГВП, но они также обладают рядом недостатков. Порой это та же самая задержка во времени или закрытость данных для исследователей. Кроме этого, можно обратиться к альтернативным источникам данных, как коллеги отмечали, положение SIM-карт, данное местоположение в социальных сетях, когда люди отмечают изменения геопозиции IP-адреса почтовых сервисов. Кроме этого, можно смотреть на активность поиска в сети интернет. Такие подходы обладают рядом преимущественных достатков. Хотелось бы в этой работе сконцентрироваться на последнем пункте про анализ миграции с использованием сети интернет. Давайте обратимся к публикациям по данной тематике. В целом мы видим, что использование поисковых запросов – достаточно новая тема в литературе. Первые публикации датируются от 2017 года. При этом мы считаем, что активная работа по данной тематике началась в 2020 году с использованием поисковых запросов. При этом мы предлагаем в своей работе ряд улучшений к текущим методологиям, о которых скажу дальше. Отдельное спасибо хотел сказать Ольге Сергеевне за то, что предоставили месячную статистику ООСИ Германии, на которой мы проводили исследования. Это нам сильно помогло продвинуться вперед в нашей работе. Собственно говоря, давайте начнем с того, как же использовать поисковый запрос. Какие задачи мы решали. Первое, что необходимо сделать, это очертить некоторое множество поисковых слов, по которым мы хотим собирать статистику. Для этого мы использовали в том числе методы машинного обучения и смотрели на различные источники поисковых слов. Мы определили некоторый круг поисковых слов. Получилось так, что лучше всего собирать наибольший эффект и наименьшую ошибку дают поисковые слова, отобранные с помощью сервиса Яндекс.Вордстат. Потому что мы считаем, объясняем это различие тем, что там используется непосредственно лексика, которую используют при поиске информации в интернете. Соответственно, они наиболее полно определяют поисковые запросы. Соответственно, первый подход это было исследование и попытка прогноза миграции с использованием этого множества слов. Мы поняли, что такой подход лучше справляется в сравнении с моделями Сарима, например, потому что есть ряд явных преимуществ. Поисковые слова позволяют, в целом поисковая статистика позволяет учитывать шоки. В период шоков мы видим всплеск поисковых запросов, связанных с миграцией. И также в обратную сторону, в период пандемии, мы видим, что заинтересованность в миграции скорее падает. Соответственно, данный фактор позволяет лучше учитывать разные экономические и социальные шоки. Кроме этого, очевидным преимуществом является ускорение получения данных миграционных, потому что мы можем их предсказать фактически в режиме реального времени. Данные о поисковых запросах появляются с минимальной задержкой. Ну и, конечно, такие данные обладают большей частотностью в сравнении с данными, представляемыми Росстатом. И на них можно в том числе использовать для моделирования других экономических показателей. Что, ну, так или иначе, такой подход не отвечает на все поставленные вопросы. А именно, кажется, главный из них это то, что люди ищут миграционные запросы не в момент миграции, а с некоторым лаком и заранее, другими словами. И нам хотелось это учесть в своей работе и попробовать оценить лак между... Там что-то прервалось, я так понимаю, да? Да, кажется, это по-моему проблеме. О, да, Георгий, слышно, давайте. Отлично, да, простите, пожалуйста. Надеюсь, не буду повторяться. Нам хотелось пойти дальше и исследовать лак, время, проходящее с момента запроса до момента миграции, тем самым уточнив и повысив качество нашей модели. Первым шагом служит снотратизация данных. Мы их приводим к... Мы их снотратизируем для того, чтобы можно было сравнить друг с другом, а также применять PCA-свертку. После этого оцениваем парную регрессию с учетом не только текущих показателей поисковых запросов, но также их лаки, включая лак от 1 месяца до 12. Это позволяет нам... Но для того, чтобы решить задачу, на самом деле требуется некоторое количество дополнительных шагов, а именно при включении лаговой структуры, размерность, количество факторов, на которые мы можем и хотим смотреть, увеличиваясь в 12 раз. Соответственно, мы не можем взять их целиком. Для этого был применен метглавный компонент, чтобы уменьшить размерность данных. Кроме этого, мы отобрали поисковые запросы, которые значимо... которые вносят наибольший вклад в дисперсию и делали оценку с использованием таких поисковых запросов. У нас получилось несколько групп основных, на которые мы смотрим. Это учеба, работа, посольство. Все они были отобраны по методу Шепли. И, собственно говоря, поисковые запросы были объединены, и был применен метг главных компонентов, чтобы уменьшить размерность. После этого мы брали лаги от главных компонентов от 1 до 12, как было сказано ранее. Вот, соответственно, если смотреть на результат, то если мы берем исходные лаги, то метг главных компонентов показывает наилучшее качество в сравнении с остальными методами. Но если брать разностную модель и оценивать не текущее значение миграции, а изменение доли миграции к прошлому году, собственно говоря, модель в разностях, то получается, что мы можем получить более высокую подсказательную силу и лучшее качество модели. Здесь, наверное, не буду останавливаться. Давайте к выводам. На графике видно предсказание миграции. Мы изначально оценили изменение миграции в модели с лагами в разностях. После этого перешли к исходным переменам. Мы видим, что даже на уровне визуально наш прогноз выглядит адекватным. Собственно говоря, давайте перейдем к выводам, что же было сделано. На самом деле мы в первой части предложили методику по оценке миграции, выбрали поисковые слова, которые наилучшим образом описывают миграцию, могут применяться в дальнейшем для ее оценки. Кроме этого, исследовали глубину лага поисковых запросов. Получилось, что у нас были три группы поисковых запросов. Посольство, учеба, работа. Они имеют разную лаговую структуру в модели. Средний лаг для посольства работает 4-5 месяцев соответственно. Прошу прощения, для посольства и учебы. При этом лаг, связанный с работой, значимо больше. Он 11 месяцев. Это можно объяснить тем, что люди перед фактом миграции ищут информацию заранее и, собственно говоря, при желании мигрировать именно с поиском новой работы, это происходит сильно заранее. Мы также опубликовали статью о первой части, связанной с использованием Google Трендов. И сейчас готовим вторую статью про расследование лаговой структуры и времени, требующийся на поиск запросов. И времени, за которое пользователи, точнее, мигранты делают свои запросы перед посольством факта миграции. Спасибо за внимание. Спасибо, Георгий Тимурович. У вас даже осталось почти 3 минуты сэкономленного времени. Надеюсь, что вы их израсходуете, отвечая на вопросы присутствующих по окончании всех выступлений. Да, спасибо большое. Я предоставляю слово Юлии Фридриховне Флоринской. Доклад студенческой миграции в Россию и из России ждать изменений после 2022 года. Я начну с того, что... Спасибо, Ольга Сергеевна. Я начну с того, что объясню, почему как бы появился этот сюжет. Исходно мы исследовали в рамках нашей исследовательской работы у нас был сюжет об иностранных студентах в России. Но в 2022 году нам показалось интересным весной дополнить его изучением российских студентов за рубежом, поскольку появилось много информации о том, что, возможно, какие-то проблемы, возникшие, окажутся схожими, и результат будет схожий, последствия, скажем так. Вот мы хотели это проверить. Если вы помните, весной было очень много информации о том, что массовое отчисление происходит, и перевод, и, в общем, и так далее. Значит, чем мы пользовались? Ну, в смысле статистики обучения, это статистика Министерства науки и высшего образования, и статистика ЮНЕСКО. А что касается качественных исследований, то это были фокус-группы с иностранными студентами выпускных курсов российских вузов в Москве и Томске, и глубинное интервью с российскими студентами, обучавшимися в 22-м году по разным программам, бакалавриаты, магистратуры и PHD, 21 интервью в 12 европейских странах. Сразу скажу, что мы могли брать больше, но в какой-то момент остановились, поскольку никакой новой информации мы выяснить не могли. Значит, что касается статистики. Вот здесь довольно четко видно, как росла численность иностранных студентов, обучавшихся очно в России, в российских вузах. Мы видим, что с 95-го года вот по 19-й, а дальше она еще росла, фактически здесь на графике в 5 раз, а к нынешнему моменту уже в 6 раз выросла численность иностранных студентов. При этом, как бы в планах у ставящихся перед людьми, работающими в этой сфере, значит, планы эти еще выше, чтобы к 25-му году была численность иностранных студентов должна достигнуть 710 тысяч человек. Ну, лично я весьма скептически отношусь к этим планам, но тем не менее они есть. Значит, около трети, вот, обучавшихся, это бюджетный, на бюджетной основе и примерно 65% по контракту. Больше всего обучаются в бакалавриате, ну, чуть меньше половины магистрантов, примерно каждый десятый, аспирантов 3%. Что касается стран, почему это нам важно, ну, как бы, если говорить о последствиях, то важна структура студентов, обучающихся. Ну, мы видим, что больше 50% это страны СНГ, и на втором месте по распространенности это страны Азии. Ну, в первую очередь, если говорить о странах, то это Китай и Индия. Ну, довольно много еще заметно Ближний Восток и Северная Африка. Однако, европейские страны, Восточная Европа, Северная Европа, Западная Европа, США, Канада, мы видим, что, в общем, почти не видно их на графике. То есть в этом плане таких студентов у нас мало. Более того, основной способ привлечения таких студентов, это были обменные программы. То есть не полноценное обучение там несколько лет, а именно вот обменные программы в несколько месяцев, языковые и так далее. Вот как раз в первую очередь они-то и сократились. Что касается численности российских студентов, обучавшихся за границей, мы видим, что это, ну, вопс с небольшими отклонениями тоже был рост, хотя, конечно, уже не такой заметный. Но надо сказать, что в целом мобильность российских студентов совсем невысока. То есть если говорить в целом о числе иностранных студентов в мире, то доля россиян всего 1%. Ну, если сравнивать, например, с Китаем, это 18, с Индией 7, Франция и Германия тоже в два раза больше эта доля. И даже больше из Казахстана и Украины. Что касается стран, где больше, чаще всего обучались российские студенты, вот, по статистике, 18-19 год. Значит, на первом месте Германия, на втором Чехия. Ну, и вот, собственно, мы видим, если суммировать вот все страны Европейского Союза, США и Канады, то это примерно между три четверти всех обучавшихся и даже выше на тот момент обучались в странах ЕС, США и Канаде. Значит, теперь, что я бы хотела вам показать в плане структуры или сравнительной структуры обучения за рубежом российских студентов и иностранных студентов в нашей стране. Ну, точнее, не структура, скажи, это просто тип студенческой миграции. Вот мы видим, что Россия довольно заметно с седьмого года идет по типу вот развитых стран, когда иностранные студенты в твоей стране сильно превышают по количеству российских, твоих национальных студентов за рубежом. Здесь для примера приведена Франция, но примерно такая же картина и в Германии, и в США, то есть два графика вот расположены примерно так. И совершенно другая картина, если мы посмотрим внизу на Китай, Казахстан, Украину, то вот там численность отечественных студентов за рубежом существенно превышает иностранных студентов. Ну, правда, с Китаем есть тонкости, потому что Китай не дает полную статистику миграции, например, по российским студентам, с данных ЮНЕСКО ее нет. Но, тем не менее, в общем, разрыв довольно существенный. Теперь, что касается качественных данных, которые мы получили вот из фокус-групп по иностранным студентам, нас интересовало в первую очередь проблемы пребывания и проблемы, почему не остаются студенты, заканчивающие в России работать на рынке труда. И какие не остаются. В целом, можно сказать, что существует довольно тесная связь между получением долгосрочного статуса и намерениями остаться в России. То есть, и более того, позитивными взглядами на это обучение и пребывание в России. То есть, комфортнее в России жить с каким-то долгосрочным статусом, а еще лучше с гражданством. Это правда, это нам многие подтверждали. Более того, есть лаг между желанием получить долгосрочный статус, пусть и не для постоянного проживания, а для какого-то периода, и реальные возможностей. Об этом мы довольно много говорили, то есть, в России было принято очень много нововведений в миграционное законодательство, облегчающих получение гражданства. И, в общем, сравнительно мало обеспечивающих получение долгосрочных статусов. А запрос в них большой, особенно со стороны иностранных студентов из дальнего зарубежья. Ну, я не буду, наверное, зачитывать, я думаю, что вы видите цитаты из интервью, пока я говорю, можно самим читать. Значит, наибольшие проблемы у всех, что из СНГ, у студентов, что у студентов в дальнем зарубежье, по-прежнему вызывает проблемы миграционного учета. Скажем так, те, кто живет в общежитии, с этим справляются значительно легче, или те, у кого есть родственники в России, которые готовы их поставить. Все остальные мучаются абсолютно так же, как мучаются трудовые мигранты. То же самое похожая ситуация на трудовых мигрантов у студентов, когда речь идет о взаимоотношениях с миграционными органами. То есть студенты не видят к себе какого-то отношения другого, чем просто ко всем неквалифицированным мигрантам. То же самое огромный пласт проблем по-прежнему с правоохранительными органами и с ксенофобией. И здесь тоже в глазах правоохранительных органов нет разницы это квалифицированный студент, аспирант, магистрант или допустим рабочие настройки. В общем, всем все равно и проблемы с задержаниями, с помещениями в участок, постоянными проверками нам очень много говорили студенты, особенно, конечно, из африканских стран, из Латинской Америки и так далее. Есть, эта проблема сохраняется по-прежнему. В целом позитив такой миграции в основном связан с образованием. То есть все-таки люди, которые приезжают сюда получать образование, основная масса оценивает его положительно. А вот что касается проживания и вот всего сопутствующего выхода на рынок труда, здесь значительно ниже доля позитивных оценок. Я хочу сказать, что, может быть, не все знают, что вот наконец-то, сколько лет об этом шла речь, наконец-то с 1 января принят закон, что студенты смогут получать, пока они учатся, разрешение на временное проживание на период обучения, который будет действовать еще полгода. И более того, после этого они смогут подавать на облегченный вид на жительство и, наконец, все они только отличники, как это было несколько лет до того. То есть вот эта стена наконец пробита, посмотрим, думаю, что, наверное, будет легче. Значит, что касается последствий кризиса, мы увидели людей, на которых это повлияло, за счет чего? В первую очередь финансовые проблемы, невозможность перевода денег родственникам от родственников, невозможность получать деньги, когда ты будешь здесь работать, переводить их к себе в своей семье за рубежом. И плюс многие иностранные студенты, которые учатся, они часто ориентированы на международные компании, на филиалы. И вот люди, которые поняли, что эти международные компании уходят, а филиалы закрываются, они как бы поменяли свои планы о том, чтобы остаться здесь. Что касается... У меня есть еще... Еще три минуты с половиной. Я уложусь. Значит, что касается российских студентов за рубежом. Скажу сразу, что наше интервью в разных странах, я говорила, что их было 12, причем люди рассказывали не только о своем опыте, но и об опыте других, не показали никакого массового отчисления российских студентов на период весны. И была... К нам попалась как бы одна единственная студентка, которая была отчислена за неуспеваемость до 24 февраля, уехала уже после 24-го. Было это в Чехии. Значит, тем не менее, огромное количество проблем финансовых в первую очередь, психологических и очень большая помощь институции. То есть вот все практически говорили о помощи, где-то это была прямая материальная помощь, поскольку были заблокированы счета и просто институции помогали оплачивать жилье и быть какой-то... искали работу, на это время дополнительно, а почти всюду была психологическая помощь. То есть предоставляли психолога разговоры и так далее. То есть студентов не бросали. В США нам рассказывали просто о продлении пребывания таких студентов. Теперь что касается выводов. Ну, в целом я часть выводов уже сказала. мы видим, но это наверное банальность, это мы бы так догадались, что в общем студенты из СНГ чаще остаются в России, чем студенты из дальнего зарубежья и во многом это связано с тем, что вот не существовало такой процедуры, как во многих западных странах, когда человек заканчивает, у него есть год или два легального пребывания, он может в это время искать работу и попытаться остаться. То есть наше государство видело только один способ остаться, взять российское гражданство. Вот в этом был большой минус. Теперь что касается в целом последствий для численности студентов, то мне разговоры во время фокус-группы со специалистами из вузов показывают, что основное влияние будет на структуру этой студенческой миграции, а не на численность. То есть уйдут совсем европейские страны, было и так не очень много, уйдут обменные программы, но студенческая миграция пока из СМГ и из Азии, она более-менее сохранится. Но особого роста безумного никто не ожидает. Что касается мобильности наших студентов за рубежом, то тут мы видим риски того, что если раньше эта мобильность вела скорее к циркуляции, то есть очень многие хотели возвращаться, то теперь есть риск однонаправленного движения, и он гораздо выше, чем был до 24. Большое спасибо. Спасибо, Мария Фридриховна, очень интересный доклад, тоже там много вопросов, которые будут заданы через 15 минут, вам в том числе. Сейчас я предлагаю заслушать последний в рамках нашей сессии доклад. Я не знаю, кто будет делать презентацию. Авторы доклада Бабур Мирзо Ибрахимов, Рашид Джавет и Мажара Мугал тема доклада Migrant Remittances and Fertility in the Post-Soviet States. Насколько мне известно, сначала это выступление было предложено в другую сессию, но его переместили в сессию, посвященную международной миграции. Но давайте посмотрим, насколько это было оправдано. Будет на английском или на русском сообщение? What language will you speak? Yes, I will speak in English. Okay, the floor is yours. 15 минут, please. Okay, thank you so much. I am Rashid Джавет from Westminster International University in Tashkent. So, the topic of my presentation is Migrant Remittances and Fertility in the Post-Soviet State. This is a joint work with Mr. Babur Мирзо and Mother Mughal. So, first of all, you know that in developing countries when households have income shocks so one coping strategy for them they can make a decision to migrate. So, we see from last two decades, three decades, there is a substantial increase in migration, the population outflow from developing countries to high-income countries, high-middle-income countries. and if we see the numbers, for example, in 2000, there were 150 million migrant population in 2020, this number increased to 272 million population. On the other side, we see the remittances also increased. so in 2000, the global remittances was 126 million, billion, so this number increased to, in 2020, 702 billion. So, if we see in developing countries, developing countries received in 2020, 540 billion. So, if we see the literature, so what is the role of remittances? So, we will see a lot of studies, for example, the existing literature is about the researchers examine the effect of remittances on growth, poverty and inequality, financial development, exchange rate and trade, labor productivity on institutional quality, performance, household consumption, human capital accumulation, and also the existing studies see the impact of remittances on safe drinking water and sanitation. So, what is the demographic consequences of remittance flows? So, so far, there is very few studies who see the impact of demographic consequences of remittances flows. For example, I found three studies. So, one study is from South Asia and one study is from, two studies from Middle East and North Africa. So, what is our interest in this paper? What we wish to examine? Basically, we want to see what is the fertility impact of remittances flows in post-Soviet states. So, this question is very interesting for the post-Soviet state. You know that there is in these, after the collapse of Soviet Union, there is also increase in population outflow from these countries and also besides the remittances is also increased in these countries. So, what could be the channels through which remittances can affect the home country fatality? So, the answer can be yes, the answer can be no. So, remittances can affect the fatality positively and remittances can also be the effect of fatality inactivity. So, there are two channels. There are income effect, there is substitution effect. So, income effect, you know that in microeconomic model of fatality when household income increase, so they are more likely to have a high fatality. this is an income effect and in substitution effect, we have three channels education, educational effect, institutional effect, and social remittances effect. So, educational effect, so basically when migrant household, when they are receiving remittances, so they are more likely to spend on the education and there is empirical evidence education in university related to fatality. So, this is a channel through which remittances can affect fatality inactively and institutional effect. there is also empirical evidence that when the remittances impact institutional quality, so when the quality of institution improve in the country, so it means that there is a good quality of the public health system, people have more access to family planning programs and contraceptives, so it can affect actively to home country fatality. And also the last is social remittances effect, so you know that when a migrant is working abroad, so he is not remitting money, he also remits the ideas, the social norms, he learned from the host country, he can transmit to his family, so it can affect inversely to fatality. So there are two channels, so remittances can affect fatality positively and also remittances can affect fatality inactively. So if remittances affect fatality positively, so that is an income fact channel, and if remittances affect fatality inactively, so that is a substitutional fact channel. So we will examine which affect whole in case of post-Soviet states. So in this study, we used unbalanced panel data from these post-Soviet states. So basically we select those post-Soviet states where the share of remittances in their GDP is more than 3% and we drop those states where share of remittances in their GDP is less than 3%. And second, we also drop those countries where the fatality never been their problem. So after we select this sample, we select the data from 1991 to 2020 our outcome, our dependent variable is a fatality date that is in log farm and our main variable of interest is the remittances per capita. It's also in a log farm. So we have used a number of controls that can affect the outcome. For example, we use GDP per capita of the home country, school enrollment in the country, contraceptive prevalence rate, fatality rate of and so we started estimation because it's unbalanced panel. So we started from a benchmark the pool OLS then we used the fixed fact estimation random fact estimations and so one in our estimation so we also feel that there can be endogeneity so to overcome the issue of endogeneity we use three instrument variables so those are the weighted GDP per capital of the host country weighted GNI per capital of the host country and weighted unemployment rate of the host country so for example if I just tell you how we constructed for example in 1991 so 1.38 million Uzbek migrants were working abroad so among 1.38 million 0.89 million were in Russia and 0.13 million in Kazakhstan and 0.11 million in Turkmenistan and 31,000 in Israel so in weighted variable contains 64% weight of Russia 9.5 percent weight of Ukraine 9.5 percent weight of Kazakhstan 7.9 percent weight of Turkmenistan and so on so same like we for each year for each country we constructed the weighted variable of as an instrument where weighted GDP per capital of the country weighted GNI per capital of the country and weighted unemployment of the country so for robustness we use alternate remitences we use alternate fertility indicator and also we use alternate some econometric techniques to see whether our findings are robust or not okay so first let's overview the fatality rate in post-soviet states of our selected sample so here we can see that there is a remarkable decline in these last 30 years decreasing fatality so in if we see 1991 after the collapse of Soviet Union so in 1991 in those days so Tajikistan fatality rate was highest in the region that was 5.1 followed by Uzbekistan Kyrgyzstan Azerbaijan Armenia Moldova and Georgia so if we see from 1991 to 2020 fatality rate in Tajikistan fell by around 31 percent 30 percent decline in Uzbekistan 16 percent decline in Kyrgyzstan 40 percent decline in Azerbaijan 28 percent decline in Armenia 43 percent in Moldova and 4.6 percent decline in Georgia so in 2020 fatality rate in post Soviet state range from 1.3 to 3.5 that is highest in for Tajikistan and if we see the migrant migration from these countries so you know that especially when after the clash of Soviet Union so initially the population outflow from these countries this is for the motive of family reunion and ethnic and family reunion but after we see in 2000 so mostly this migration is for for economics motives so 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 and also according to UN migration 2020 so 7.3 million migrants from post Soviet states they are currently residing abroad from our selected sample and and among these some major of the proportion of migration migrants they are working in Russia so for example 70 in 2020 78% Kirghans migrants working in Russia 73% of Tajik migrants 66% Azeri migrants 54% Armenian migrants 52% Georgian migrants 44% Uzbek migrants and 28% Maldives migrants they are reside in Russia so on the other side we see the imitances also increase during this time period and for example here I show the share of aggregated imitances to post Soviet states in 2020 so in 2020 these post Soviet states received 18.30 billion are imitances and if we see the share in total imitances so for example Uzbekistan Uzbekistan share in total imitances received by the post Soviet state is the highest that is 38.13 followed by Kyrgyzstan Tajikstan Georgia Moldova Azerbaijan and Armenia okay so here this figure shows the imitances share in GDP percentage of GDP of post Soviet states so here we can see that Kyrgyzstan Tajikstan there this is the highest rim transition the GDP 31.3 percent followed by Tajikstan and you can see other countries okay so what we find so here we can you can see here our baseline estimation so you know that our variable of interest is log remitances per capita our outcome is log fatality rate and the first column here this is our benchmark so we started our estimation from pool OLS and then random fact fixed fact and then we in panel estimation there is some we take decision which effect estimation is better so we decide by using yes so yes you are right so yes we also use the lag so first column is OLS then 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 random fact and fixed fact and then later the last three columns this is instrument variable estimation IV estimation weighted GDP per capital we use the instrument weighted GDP per capital of the host country weighted GNI per capital of the host country and weighted unemployment rate of the host country right so what we see yes our imitances affect the significant effect on fatality it's fact negatively so if I interpret result of these first three columns for example 1% increase in remittances associated up to 2% decline in fatality in these post soviet states and by using the instrument you can see here the effect is significant and negative so here yes one participant asked the question remittances cannot affect if remittances received in a given year and the household those who are the same in the remittances if they make the decision of fatality so it can contribute to fatality in the next year so that's why we take the lag of the remittances we take the one year lag two year lag and three year lag and then we see the effect on fatality so we see that effect is significant and negative and this is a please continue your presentation and you will answer the questions afterwards okay okay so the last three columns column four column five and column six so basically column four and five here we take the sub sample so you know our sample time started 1991 to 2020 so you know that after 2000 there is a substantial increase in remittances so what we do we take the subsample analysis so column four we select the sample before 2000 and after that we select the sample of after 2000 so here you can see that the effect of remittances on fatality visible in post 2000 sample and then we use the time effect in our regression and then see the effect of remittances on fatality you can see that effect is negative so the time is over how much yes yes I am concluding just give me two minutes more okay so here we used in this estimation we use a country dimension and size fact for example in post over state some countries are sun preference countries so sun preference in when there is sun preference in the society so they can have a sex selection they can do a sex selective abortion so they can have a few children and to obtain the male child so they can do sex selective abortion so they can have one or two children and they can have a male child so some countries for example Armenia other by so these are the factors negative so in column two we drop the countries for example Kyrgyzstan and Tajikistan their limitances share in the GDP more than 25% we drop these countries and then see the fact the fact is negative and significant and column three four and five so here we here we show the subsample result of above median and low median per capita limitances and column five here we show the by using country fixed fact we see the effect of limitances per capita on fatality you can see their effect is active and significant so here we in our regression we use some health and policy factors and by using these factors in our model so we see the effect is significant and active so we also check robustness of our baseline estimation for example we earlier we using log limitances per capita here we use just personal limitances the effect is significant and negative and then we change our outcome from low fertility to birth rate effect is significant and negative and then we change the techniques apply the effect is negative so if I conclude so what we want to see what are the demographic consequences of our imprens flows so whether what is association between imputances there is a role so it is significant and negative and we also treat the undergenuity of our imputances by using some instrument variables the effect is significant and negative and you know that we also use some robustness estimation so our findings are very robust and so in post-sobic case we see that there is a substitution effect instead of income fact so if I conclude our finding highlight the post-soviet state migrant community contribution to the demographic transition yes thank you so much thank you Roshid спасибо всем участникам за то что выслушали доклады сейчас я предлагаю задать вопросы пока я вижу только одну поднятую руку остальные могут задавать вопросы видимо в чате но тогда придется мне их самой сортировать по адресатам тогда пишите какому докладу адресован ваш вопрос или поднимайте руки у меня тоже есть несколько соображений и вопросов практически ко всем докладчикам но я не буду злоупотреблять своим положением и задам их когда все остальные участники нашего заседания сформулируют свои вопросы Юль пожалуйста задавайте вопрос у меня был вопрос к Валерию Магозину вот по поводу данных как бы доклад начинался со сравнения звонков и использования данных мобильных операторов с данными пограничных поездок ну то есть с данными ФСБ а потом перешел как я поняла на данные Росстата по выезду и сравнение дальше по выезду а по выбывшим ну да нет ну по выезду да по выбывшим ну так вот эти данные по выбывшим они же российских граждан включают в гораздо меньшей степени чем иностранных то есть там ну я не знаю как процентов ну 15-17 да получается что а сравниваем мы российские сим-карты то есть понятно что у трудовых мигрантов здесь которые долго у них тоже конечно есть российские сим-карты но тогда просто не надо называть это иммиграцией вот как с этим быть спасибо большое да я сказал что российская иммиграция статистика выездов из страны она в большей степени как раз учитывает иностранцев в большей степени Олег Сергеевин как раз сказала о доле даже и в этом случае вот если позвольте я сейчас тогда в этом случае тогда просто нужно мне вот критерий нахождения как бы за рубежом да число месяцев за рубежом можно опустить в таком случае не до трех месяцев которые я использовал да а даже до там двух месяцев но два месяца мне кажется это очень такой мягкий критерий будет потому что ну мало ли там отпуск люди разбивают на две части и оба раза уезжают за границу и получается мы будем слишком ну переоценим это число тех кто выезжает как бы или стремится остаться за рубежом но но посыл я понял что здесь нужно ну что мы здесь ориентируемся вот эти вот эти цифры это как бы трудовые мигранты да скажем так да которые выезжают после завершения регистрации а второй момент это ну мы будем работать над тем чтобы выцепить из всей массы абонентов мигрантов и исключить их да и чтобы вот мы работали только именно с теми кто именно действительно относится к постоянному населению России поскольку мы к вам сейчас вот эти вопросы адресуем я тоже задам свой мне кажется что вот эти слайды которые основаны на данных на данных Росстата они вообще как бы нерелевантны вашему исследованию вот этот и следующий они вообще не о том мы знаем что методология учета вы сами про этот автовозврат о нем упомянули она делает данные но абсолютно непригодными для какого бы то ни было анализа и особенно в контексте вашего исследования мне кажется данные Росстата ну это не знаю если бы я этим занимался это последнее что бы мне пришло в голову использовать вот но я пытался да сопоставление их нельзя ни с чем сопоставлять я вам как бы настоятельно рекомендую вообще даже к ним не обращаться вот спасибо какие-то мои выводы о 430 и там 600 и 650 тысячах они как бы именно сформулированы в рамках той статистики которую мы видим как бы да и вот как бы если мы хотим использовать наукастинг то есть я пытаюсь с чем-то там скрещивать эту статистику но мне кажется это в общем совершенно не то на что можно хоть как-то опираться слишком зыбкая почка хорошо хорошо уважаемые коллеги вот кроме тех вопросов в чате я их зачитаю я думаю что адресаты в общем видят их сами докладчики какие есть еще вопросы из зала или я тогда так сказать сама Владимирыч помнит рука я не вижу весь экран Никита Владимирович у меня у меня еще есть такой вопрос комментарий я не знаю а где Ефремов писал или говорил что то что произошло с миграцией во второй половине 21 года и первой половине 22 года это автовозврат там же речь идет о перенесенных о перенесенной регистрации в убытии которые просто в 21 году перестали регистрироваться в убытии иностранных граждан те кто были зарегистрены на сколько 9 месяцев и более просто перенесение их на первую половину 22 года с автовозвратом это никак не связано вообще речь о том опять что не надо этой статистике вообще ни к ночи ни ко дню упоминать потому что слишком трудно ее интерпретировать особенно если автор доклада опирается все таки на инновационные источники мне кажется это главное возможно неправильно сформулировал идею вот ссылку на статью отправил можно тогда я тоже вопросы задам поскольку я не вижу поднятых рук возможно я ошибаюсь значит у меня вопрос ко вторым докладчикам к докладу который был вторым значит по очереди в каком контексте там использовалось слово посольство мне кажется когда люди уезжают за границу вопрос посольства уже как бы не актуален то есть по крайней мере эти вещи они во времени разведены я не знаю насколько это релевантно и второе это скорее не вопрос а комментарий вот критика в Росстат Росстата я сама такой активный критик Росстата но не голословный вот мне кажется что безосновательно что Росстат публикует данные с большим временным лагом у них есть план стат работы и каждый год 1 июля все данные по миграции публикуются данные помесячные имеются и публикуются поэтому если вы хотите их критиковать критикуйте за дело а не за то что вам кажется что есть а на самом деле это совершенно не так вопрос про посольство еще вопрос я сразу всем докладчикам сформулирую к Юле Юлии Фридриховне вот насколько влияет вот это соотношение выбывших и прибывших студентов насколько на это влияет фактор качества образования и фактор признания дипломов потому что если в Российской Федерации все дипломы практически всех крупных западных вузов признаются то за рубежом это совершенно не так даже крупные вузы если люди заканчивают если они потом едут не в африканскую или какую-то азиатскую страну а в западную Европу или в Америку они обязаны подтверждать свое образование это значит вопрос и комментарий вот вы опираетесь на данные Арифьева я к нему с очень большим уважением отношусь я очень сожалею что его лаборатория была закрыта он вел фактически параллельный учет студентов высших учебных заведений но мне кажется все-таки более надежные данные в данном контексте это данные Миноборнауки которые в общем за много-много лет существуют и третий вопрос я буду говорить по-английски I'm addressing the third presentation my question was also related to time lag and I see the same question in the chat box and one comment the migrant stock you mentioned is not the same that stock of people remitting money because World Bank and the United Nations publish data on foreign born population so these people have migrated long time ago many of them and not all of them remit the money this stock is permanent resident population and when you speak about remittances most part of these remittances is made by temporary migrant workers if we are talking about post Soviet countries so these figures are incomparable because migrants whom you mentioned are not those who work and remit the money the first comment and the second is the question so you take into account only formal value of remittances and some decline infertility but this is not my idea we discussed with Michael Denisenko yesterday if migrant workers are mostly men and if they are absent from their household fertility will decline in my opinion probably this is the reason but not the size of remittances so I'm finished with my questions пожалуйста коллеги отвечайте на вопросы в порядке выступления с докладами тогда с вашего позволения отвечу на наши вопросы и комментарии вопрос был про то что посольство достаточно может быть нефективно использовать потому что мигранты заранее ищут статистику действительно мы думали об этом кроме посольства в этом множество учтены также визовые запросы и специально для учета вот этого лага мы включаем в нашу модель не только текущее значение запросов но и предшествующие в том числе лаги от 1 до 12 месяца и видим что действительно ваша гипотеза подтверждается такие запросы ищут заранее до момента миграции это что касается вашего вопроса что касается Росстата действительно наверное не очень профессионально было там большой лаг лаг в данных Росстата около 2-3 месяцев однако качество данных действительно оставляет желать лучшего но в данных УСР обратная ситуация там и Евростат хорошее качество данных но при этом достаточно большой лаг выбираем лучше спасибо Юлия Фридриховна что касается дипломов ну как бы речи все-таки мы спрашивали тех людей кто уже выбрал Россию поскольку речь шла в фокус-группах и как ни странно вот этот вопрос в их ответах почти не всплывал более того я сейчас уже не вспомню где я видела такую ссылку но вот в похожем исследовании может быть качественном что иногда вопрос непризнания диплома наоборот увеличивает долю остающихся именно потому что а куда еще деваться с этим дипломом но уже тогда мы остаемся на российском рынке труда более того вот миграция с целью получения образования медицинского она не снижается она растет и в том числе регионального видимо все-таки вот это соотношение стоимости и проблем дальнейшего признания стоимость играет здесь большую роль то есть люди потом готовы проходить путь легализации и это проще и дешевле чем исходно получать образование например медицинское в Европе ну вот об этом речь шла и к тому же другие специальности не все там например вот китайцы которые обучаются там и в том числе не стоял вопрос вообще признания диплома то есть видимо в этих специальностях все нормально с трудоустройством а вот с медициной для меня самой это удивительно но видимо так что цена тяжелая цена я имела ввиду что есть здесь баланс между выбытием россиян на запад и прибытием на обучение из стран запада к нам вот в этом проблема мне кажется тоже что европейцы и американцы вряд ли сюда поедут поскольку им потом придется по возвращению у себя дома ну да но они ехали да ну и плюс они ехали в рамках обменных программ на небольшие обучение которое не требовало признание диплома дальнейшего а это там вот полгода обучения или языковые какие-то программы и так далее вот этого это всего не будет что касается данных Арифьева ну Минобор сам на нее дает ссылку на эти вот сборники и последние такие полные данные я нашла именно сборников Арифьева Минобор дает просто цифру чаще а у Арифьева именно вот можно было структуру взять и так далее спасибо да и маленький комментарий вот Юлия Фридриховна правильно совершенно подчеркнул что у нас введен снова с этого года в прошлом году были поправки к закону единственный вид разрешения на временное проживание с обозначенной целью въезда это с целью получения образования это у нас нету РВП с целью работы с целью воссоединения семей но у нас единственное появился РВП с целью образования и более того если человек не обратился за этим РВП в процессе обучения то в течение после в течение трех лет по окончании вуза он может обратиться вот за этим же типом разрешительного документа впоследствии вот и просто для справки каждый год около семисот тире девятисот выпускников российских вузов получают по соответствующей статье закона о гражданстве российское гражданство ну это в общем как бы с одной стороны немного но мне кажется и немало если речь идет о квалифицированных специалистов специалистов с нашим высшим образованием спасибо большое спасибо за задресся жавет по чатбокс и какие-то коинсайд с которые я уже задресся так пожалуйста спасибо спасибо за вашу комментарию за задресся и за други партизи 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 so yes i already addressed this about the lag so we also use the uh the lag value of remitences and what is your target group labor migrants are immigrants so okay so basically we are looking the impact of uh remitences that our country received in a given year okay and we are looking the impact on the fatality right so for construct the instrument variable so we take help from uh the migrant stock uh of that country in the host country and then we construct the weighted gdp so what are the logic behind uh for example uh if in the host country gdp per capita in is increased so it means that the migrant income is also increased when migrant income is increased so it means that he has a more income so when he migrant has a more income so he can he he can emit more money to his home country so this is the logic behind using the uh weighted gdp per capita we did uh and some other instrument variable so we construct by taking the help of migrant stock but you are right as you said that those migrants who are um uh migrated uh 25 years before and uh it's less likely they meet the money in comparison to those migrants who migrate uh early early migrants okay so for this uh i think one uh one uh solution can be to see the bilateral remittances okay so if our country received uh one billion dollar total one billion uh remittances so in one billion how much percent these intensives came from the host country and then uh we take the weightage okay so for poor families now 100 is a big money for welfare families this amount is less significant is it possible to take this into account so basically we are looking the impact at aggregate level so yes this could be this we can see when we are uh looking impact at a micro level then we have a individual level information then we can see so for example the information is available uh household we can uh uh separate household on wealth wealth coenters a high income low income middle middle income group and then we can see uh those who are receiving in high income group those who are saving low income group what whether the reproductive behavior is different in this regard so this we can see but not at aggregate level we can see at uh individual level okay so did you see uh total fertility rate yes uh we use also crude birth rate as an alternate our uh outcome of interest uh as a robustness estimation okay concerning the interpretation of the negative effect of imputances more imputances may imply that men spend less time at home with their wives so basically this uh we are looking impact at aggregate level and uh whether they are spending less time so when we have information individual level at a micro level so we can see but uh as i discuss uh during start of my presentation so there the imputances effect can be positive can be negative there are uh two channels there are income effect channel there is a substitution effect channel so in substitution effect channel so there are uh education role of institutions and the social intensity so these three uh these are the channel through which imputances can affect fertility negatively of the host country so these i discuss so so i think these are the three channels so in a case of post-service rate there is a substitution effect yes so thank you so much thank you roshit я просто вернусь к последнему вопросу который потом появился после как я практически то же самое сказала он появился в чате доклад последний был посвящен влиянию денежных переводов на тренд рождаемости к понижению вот но мы вчера обсуждали с михаилом борисовичем и на наш взгляд все-таки здесь отсутствует ключевое звено вот в этой цепочке связей если денежные переводы делаются мужчинами выехавшими на заработки то естественно они отсутствуют своих домохозяйствах и это теоретически должно вести к понижению рождаемости вот связь мы видим в этом но докладчики настаивают что все-таки она не столь очевидна есть ли еще вопросы у присутствующих нет вопросов тогда я с вашего разрешения подведу небольшие итоги ну мы прослушали четыре доклада и вот я могу сделать вывод что практически все они были о из об источниках данных по крайней мере два из них совершенно точно посвящены так называемым инновационным источникам которые сейчас очень активно так сказать изучаются на предмет того смогут ли они быть альтернативой традиционным источникам данных о миграции особенно они становятся актуальными вот эти источники интерес к ним в моменты вот такие турбулентных поворотов исторических когда регулярные статистические системы не могут оказываются неэффективными в измерении и потоков и контингентов измерять надо чтобы хотя бы иметь представление в какую сторону эти потоки направляются и каким образом формируются контингенты выбывших или прибывших людей причем это должно быть интересно не только отдающим странам вот россия оказалась в таком положении но и принимающим если мы говорим о странах куда из россии преимущественно теоретически в прошлом году совершались выезды граждан российской федерации по в том числе политическим причинам вот доклады естественно были вызвали определенные соображения может быть несогласие несогласие но а безусловно эти темы необходимо развивать потому что в общем-то за этими источниками будущее особенно в наши неспокойные времена что касается докладов по образовательной миграции в общем эта тема мне тоже очень интересно и близко я в свое время тоже ею занималась и очень здорово что юлия фридриховна обогащает регулярную статистику которую собирал там и александр леонардович и не на образование материалами качественных исследований то есть эти глубинных интервью потому что они помогают заполнить определенные пробелы которые неизбежно присущи обычной статистике но единственное конечно надо понимать что те комментарии которые были в средств массовой информации весной прошлого года относительно массовых отчислений или там полностью заблокированных каналов денежных переводов но отчасти это были элементы пропаганды поскольку как вы сами сказали практически никто не был отчислен как мы знаем что денежные переводы и возможности их совершать уже в апреле как бы вернулись в обычное русло третий доклад ну на самом деле я повторю по английски для нашего коллеги он вызвал наибольшее вот во мне не то что неприятие но больше всего вопросов потому что все таки мне необходимо видеть прямую связь между миграцией и вот теми последствиями о которых авторы пишут но с другой стороны я надеюсь что те вопросы которые мы задали автору докладчику и его коллегам может быть это подвигнет их к поиску дополнительных каких-то переменных которые в настоящий момент в их модели отсутствуют ну коллеги еще раз благодарю вас за участие за очень интересные доклады и за не менее интересные и такие глубокие вопросы желаю вам всего самого хорошего и на этом позвольте закончить наше заседание большое спасибо спасибо большое коллеги всего хорошего спасибо до свидания у нас может быть если посвящен на рождаемость ссылка тоже есть в чате